Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас были небольшие накладки со звуком. У меня большая просьба, напишите, пожалуйста, в чате, если меня слышно и хорошо ли меня слышно. Два плюса, я так понимаю, слышно. Все, спасибо большое. Итак, здравствуйте еще раз. Итак, мы сегодня продолжаем говорить о паразитарных инвазиях, заболеваниях. И тема вебинара сегодня – это лимблиоз. И, как обычно, в самом начале мы, конечно же, должны дать определение, а что же это за проблема. Итак, лимблиоз. Лимблиоз – это заболевание, которое вызывается одноклеточным паразитом. И этот паразит, да, есть кишечная лимблия. И само название, да, паразита лимблия кишечная говорит о том, где этот паразит любит обитать в организме человека. Соответственно, излюбленным местом обитания, средой обитания, бура кишечная, которая проникает в плюса. Давайте посмотрим немного цифр статистики. Оказывается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно где-то 1,5 часть населения всего земного шара инвазированы лимблиями. Но в некоторых странах количество инвазированных больше, где-то меньше. И вот, как вы видите, в некоторых странах количество инвазированных людей доходит до 35%. И нужно сказать, что флоу этих обладает и Россия. То есть в России довольно-таки высокая частота встречаемости лимблиозов. Если вы посмотрите, как вы видите, что наибольший уровень зараженности лимблиями регистрируется все-таки в детском возрасте. И это детский возраст, как вы видите, где-то от 1,5 до числа инвазированных детей, так называемых организованных и неорганизованных. То есть те дети, которые домашние, и дети, которые организованы. То есть они ходят в дошкольные какие-то учреждения, то есть детские сады и ясли. Так вот, соотношения здесь тоже различные. Оказывается, что дети, которые посещают детский сад и ясли, число, так скажем, лимблиов больше. И среди детей этого возраста количество лимблиов может достигать даже до 75%, что очень-очень значительно. Почему же дети... ...эффективно, чем взрослые? Ну, здесь несколько причин. Какая причина? Ну, во-первых, дети, они познают мир и все пробуют на зуб. То есть им нужно все попробовать. Соответственно, это все игрушки, это все предметы, это грязные руки. Ну, все это тянется в рот. Это первое. Следующее. Это незрелость иммунной системы в детском возрасте и не такая выраженная кислотность желудочного сока, такая, как у взрослого человека. Ну, вот эти все факты мы будем... ...кажем, предрасполагающим лимблиозу. Итак, где же живут лимблии, да, как можно заразиться этим заболеванием? Лимблии были обнаружены не только в организме человека, они находятся также еще и в организме кошек и собак, то есть тех животных, которые окружают человека, находятся повсюду. А также они были обнаружены в организме мышевидных грызунов. В организме человека, ну, впрочем, как и в организме животных, лимблии находятся в двух формах. Одна из этих форм называется вегетативная. И вот эта вегетативная, ну или по-другому активная форма, находится как раз в верхних отделах тонкой кишки. К верхним отделам тонкой кишки относятся, ну, прежде всего, это 12-перстная кишка, дуаденум. Это тощая и подвздошная. Ну, излюбленным местом являются все-таки больше 12-перстная кишка, ну и затем уже тощая. И, соответственно, здесь в тонкой кишке лимблии живут, чувствуют себя довольно неплохо, потому что здесь есть все условия для их жизнедеятельности. Они питаются продуктами расщепления пищи. Ну, и давайте вспомним, значит, в 12-перстной кишке очень интенсивно идут процессы пищеварения. Здесь в 12-перстную кишку открываются протоки. С одной стороны, это проток желчный, и происходит отделение желчи. А с другой стороны происходит отделение сока поджелудочной железы, то есть проток поджелудочной железы. И, соответственно, здесь работает огромное количество ферментов, плюс случайно интенсивно происходят процессы пищеварения, как полостного, так и мембранного, и пристеночного. И, соответственно, тонкая кишка – это то место, где продукты гидролиза, ну, то есть то, что остается от продуктов питания, которые человек съел, а это аминокислоты, а это глюкоза, а это жирные кислоты, они здесь усваиваются или всасываются, то есть поступают уже в среду организма непосредственно в кровеносное русло. Соответственно, продуктов гидролиза здесь огромное количество и создаются... И вот обратите внимание, выделено жирным шрифтом. Лямбли очень любят, если можно, конечно, так сказать, продукты гидролиза углеводов, то есть любят углеводистую пищу. То есть это все, что человек употребляет в виде сладких и мучных продуктов. Все-таки лямбли могут находиться еще и в другой форме, и в этой форме они уже проникают в толстую кишку, то есть следуют далее по кишечнику. И эта форма у них называется цисты. И вот в форме лямбли выделяются в окружающую среду вместе с упражнениями. И нужно сказать, что человек, который заражен лямблиями, выделяет, то есть инвазированный человек лямблиозом, выделяет в окружающую среду, только давайте вдумаемся в эту цифру, 18 миллиардов цист за одни сутки может выделить. Соответственно, такой человек является основным источником этого заболевания. Если посмотреть, сколько лямблий находится в тонкой кишке, это тоже посмотрели, посчитали, то оказывается, что на 1 квадратный сантиметр слизистой оболочки тонкой кишки лямблий насчитывается около 1 миллиона. Огромное количество, тем более, что они здесь, попав сюда, не только живут, так как среда благоприятная, соответственно, они здесь еще и размножаются. Итак, как же лямблии попадают в организм? Ну, понятно из того, как они выделяются в окружающую среду и кто является их переносчиками, носителями. Тем не менее, давайте проговорим все пути заражения. Первый путь – это водный путь заражения. То есть, заражение человека происходит путем употребления воды. Воды недостаточно очищенной. Это может быть вода из обычного водопроводного крана. Та, которая у нас льется на наших кухнях. И, соответственно, узная это, мы можем уже предложить определенные методы ктики. Вода, которая поступает в организм из открытых водоемов. Соответственно, воду из открытых водоемов, ее можно как выпить, да, точно так же она попадает в организм во время купания в таких водоемах, которые не прошли, скажем, и не получили разрешение в качестве источника, как водоем для купания. Следующий путь – это контактно-бытовой. Контактно-бытовой, смотрите, это непосредственно то, с чем мы сталкиваемся в быту, с чем мы контактируем в быту. Накопление возбудителей, то есть цистлямблей, оно происходит на предметах обихода. Это одежда, это игрушки, это все, что человек берет в руки. Соответственно, игрушки – это вот весь детский коллектив. А также, что же сюда еще можно отнести? Это дети, которые, и взрослые тоже, мы не замечаем даже этого, когда мы грызем ручки, карандаши, которыми пишем, работаем, предметы, которые также пробуем на вкус, тем более дети. Это дети, которые грызут ногти, соответственно, вот они пути заражения алимблиозом. Это через посуду, через предметы одежды, да, это, соответственно, вилки-ложки. Это все является источником заражения контактно-бытовым путем. Следующий путь – это пищевой путь, то есть употребление в пищу продуктов. В каких продуктах? Это продукты, которые прошли недостаточную обработку. Это фрукты, овощи, ягоды, которые не моются и употребляются в пищу, либо плохо обрабатываются. Соответственно, все мы наверняка употребляли в своей жизни, ну, хоть раз какие-то немытые фрукты, овощи, даже если это считается контактным, яблоки, груши, смородина и так далее. Плохо помытые корнеплоды, вот здесь как раз изображена морковь, соответственно, это тоже источник проникновения цист-лиамблий в организм. Ну и вообще лимблиоз за группе заболеваний, который так и называется – болезнь грязных рук. То есть вот этот весь контакт на бытовой путь передачи. То есть мы не только берем предметы, да, и их нужно облизать, да, для того, чтобы цисты поступили в ротовую полость. Грязные руки в течение дня – это деньги. Любые деньги, бумажные, да, металлические, это скопление огромного количества микроорганизмов, в том числе там находятся эти цист-лиамбли. Значит, это контакт с другими людьми, это пожатие, да, это дверные ручки, за которые прикасаются в течение дня огромное количество людей. Соответственно, все через эти грязные руки может вступать, соответственно, в организм человека. Они – источники проникновения лимблий. Итак, посмотрите, какова же устойчивость, то есть выживаемость этих простейших в окружающей, во внешней среде. Нужно сказать, что цисты лимблий довольно устойчивы. И выделяясь с испражнениями в окружающую среду, они могут сохраняться довольно длительное время. И обнаружено, да, что во влажном кале, допустим, они сохраняются до трех суток. В водоемах они могут сохраняться до 70 суток. Та вода, которая у нас находится в кранах, мы сейчас про это говорили, конечно же, обрабатывается хлором. Происходит хлорирование воды, мы все про это знаем. Но этого оказывается недостаточно и негубительно при воздействии на лимблии. Вот посмотрите некоторые цифры. При концентрации 1 мг хлора на 1 литр воды, цисты вот в таком растворе погибнут всего лишь через 72 часа. А по госстандарту хлорирование воды, как вы видите, идет в лучшем случае в полу меньше на 1 литр воды. То есть от 0,3 до 0,5 мг на 1 литр. Поэтому, соответственно, водопроводная вода, она не является гарантом того, что там нет цист-лямблей. Итак, для того, чтобы заразиться лимблиозом, достаточно проглотить небольшое количество цистых. Хотя пациент, инвазированный человек, выделяет их огромное-огромное количество. Циста, которая была проглотчена, попадает в кишечник и, находясь здесь в благоприятных условиях, начинает делиться сначала на две половины. Затем каждая из этих половин делится еще на две. И так деление происходит очень-очень активно. То есть размножение происходит очень активно. Ну и вот здесь, на представленном слайде, давайте посмотрим, как происходит непосредственно процесс проникновения, внедрения лямблей в организм хозяина, то есть человека, и выделение. То есть все попадает через рот. Дальше происходит в кишечнике, и выделение, образуются вегетативные формы, которые здесь внедряются в стенку тонкой кишки, всасываются в нее такого рода сосальщики, относится к классу сосальщиков. И образуют децис, образование происходит, выделяется толстой кишкой и в окружающую среду. А дальше, вместе с немытыми сокными овощами, водой, при контакте с домашними, правильно сказать, бездомными, с животными, которые также являются носителями. Через рот, обратно в организм хозяина, то есть человека. Вот такой вот крупный цикл проникновения и жизни лямблей. Итак, лямблей, которые попали в тонкую кишку, присосались к стенке тонкой кишки, соответственно, начинают здесь жить, все максимально, скажем, благоприятные условия у них для этого, но при этом они наносят колоссальный вред организму хозяина. Что они делают? Чем они являются? Они являются паразитами, потому что они живут за счет, скажем, ресурсов хозяина, то есть в нашем случае больного. Итак, присосавшись к стенке кишки, а мы говорим, что именно в тонкой кишке идут интенсивные процессы пищеварения, а в стенке кишки идет и пристеночное пищеварение, и мембранное пищеварение. Благодаря этим процессам продукты гидролиза, то есть аминокислоты, липиды, глюкоза должны поступать из просвета кишки через мембрану энтероцита, это клетка кишечника, уже переходить во внутреннюю среду организма. Так вот, присосавшись к стенке, эти паразиты, соответственно, нарушают этот процесс пристеночного пищеварения. А значит, все продукты гидролиза, пищевых компонентов, которые организм получил, они просто не усваиваются. Не будут усваиваться ни белки, ни жиры, ни углеводы, ни витамины, ни микроэлементы. Соответственно, организм не будет получать нужного количества всех питательных веществ. А значит, будет страдать весь организм. То есть будут нарушены и пластические функции, и будет нарушен обмен. Вот это все, что связано с нарушением процесса в пищеварении, приведет к тому, что, во-первых, нарушается всасывательная способность, нарушается перистальтика кишки, и это приводит к тому, что у пациента возникают спазмы. И все, что мы сейчас сказали, это проявляется в виде гастроинтенсинального синдрома. Это один из ведущих синдромов при лимблиозе. То же, чем он проявляется, гастроинтенсинальный синдром? Ну, прежде всего, нарушается стул. Неустойчивый стул, как правило, жидкий стул, и бывает несколько раз за день. Но в некоторых случаях клиническая картина может сопровождаться сменой как жидкого стула, так и, наоборот, склонностью к запорам. Микроорганизмы, вернее, паразиты, которые живут в тонкой кишке, они же выделяют еще и продукты своей жизнедеятельности, используют дательные компоненты для своей жизнедеятельности. Соответственно, это будет способствовать тому, что будет возникать метеоризм, повышенное газообразование. Это будет сопровождаться урчанием, болезненными спазмами и отсюда, естественно, мукулевой синдром, то есть боль в животе. Паразиты, как мы говорим, выделяют продукты жизнедеятельности. Эти продукты жизнедеятельности являются токсичными для организма хозяина. Они токсичны, они отравляют организм хозяина. Таким образом происходит сенсибилизация организма, или, другими словами, аллергизация к этому чужому, чужеродному компоненту. Это, в свою очередь, приведет к развитию различных аллергических реакций. И мы выходим на второй основной клинический синдром, который бывает при лимблиозе. Это аллергический синдром. Вот посмотрите, чем проявляется аллергический синдром. Ну, первое – это, конечно же, аллергические проявления, связанные с изменением кожи. То есть, кожные проявления, кожные высыпания. И на коже могут быть элементы, которые, ну, похожи на элементы при атопическом дерматите. Атопический дерматит в своей основе имеет тоже аллергическую природу, развитие. И здесь тоже идет аллергизация организма. Соответственно, элементы будут очень похожи. Какие же будут изменения на коже? Ну, прежде всего, кожа будет бледная и таким характерным... Если мы возьмем, допустим, подростковый возраст или лимблиоз, то это будет способствовать и усиливать образование прыщей. В целом же кожные проявления в основном будут, скажем, отмечаться в области локтевых и коленных сгибов, в области паха. Ну, характерным проявлением на коже является такое состояние, как астрофулюс. Что такое астрофулюс? Это небольшие высыпания, которые похожи на обычные прыщи, но они имеют некое такое утолщение на верхушке. И на самом, на самом, так скажем, пике этого утолщения имеется пузырек. Пузырек, заполненный жидкой. Возрослые, но, может быть, в меньшей степени, но, тем не менее, вот этот сильный зуд, расчесы, и, конечно же, впоследствии на этом месте появляются просто корки. Вот такие вот выраженные проявления в виде, скажем, кожных высыпаний и кожных изменений. Чем же еще характерен аллергический синдром? Аллергический синдром может проявляться в виде нарушения респираторной системы, то есть дыхательной системы, и могут возникать явления бронхоабструкции. Бронхоабструкция, ну, дословный перевод, это сужение просвета бронхиального дерева, бронхов. Тоже, да, посмотрите, такие изменения есть при бронхиальной... Бронхиальная астма, ну, одним из элементов, да, предрасполагающим, способствующим развитию бронхиальной астмы, также является аллергизация. Здесь мы тоже имеем дело с аллергизацией. И вот такая вот бронхоабструкция с развитием приступов по типу даже как обострение бронхиальной астмы. А причиной всего является мемблиоз, то есть интоксикация продуктами жительности. Ну, вот здесь, на этом слайде, давайте посмотрим, что, несмотря на то, что мы говорим о наличии аллергии, только примерно у половины всех страдающих лимблиозом в крови будет такой маркер аллергических реакций, как повышение эозинофилов в крови, которые как раз повышаются при обострении, при развитии аллергических реакций. Но, однако, да, вот этот вот, скажем, фактор, вот этот вот симптом, как эозинофилия, он будет встречаться при лимблиозе только у половины больных лимблиозом. Далее. Продукты интоксикации, которые выделяют лямблии, они токсичны для организма и, соответственно, могут привести к поражению токсическому воздействию на нервную систему. Воздействие на нервную систему токсическую чем сопровождается? Это могут быть подъемы температуры, то есть субфибрилитет. Температура повышается, субфибрильная, да, мы говорим, до 38 градусов. 37,2, 37,6, вот в таких вот пределах, да, могут быть элементы субфибрилитета. Человек может, зараженный лимблиозом, предъявлять жалобы на головные боли. Соответственно, это все проявления астении. Что сюда относится? Сюда относится слабость, снижение работоспособности. Если это идет токсическое воздействие на нервную систему, то, конечно же, человек становится более возбудим, раздражен. Это наиболее активно видно по отношению к детям. Они становятся более, так скажем, капризными, лаксивыми, недовольство свое проявляют. У них нарушает сон. Соответственно, сон беспокойный, поверхностный. И вот посмотрите, одно из проявлений лимблиоза, вообще в целом паразитарных инвазий, является такое проявление, как бруксизм. Бруксизм – это скрежет зубами. И, как правило, родители, если говорить о детском возрасте, они отмечают, что когда ребенок спит, он во сне скрепит зубами. И вот этот скрежет зубами – это проявление длительной интоксикации. Интоксикации, да, то есть хронического отравления организма. И также бруксизм – это проявление реакции на стресс. Ну, конечно же, да, организм находится в состоянии хронического стресса, если постоянно происходит воздействие токсинов. Если в организме поселился паразит, который живет за счет ресурсов хозяина. И вот в связи с этим при лимблиозе, в зависимости от того, какие проявления являются ведущими, то и выделяют несколько форм лимблиоза. Выделяют форму кишечную. Когда на первом месте, так скажем, проявления, связанные с нарушением функционально-кишечного расстройства кишечника. Прежде всего, это дуоденит, да, так как 12-перстная кишка, дуоденум, является основным местом обитания лимбли. Ну и, соответственно, если они здесь живут, они вызывают здесь ряд воспалительных процессов. А у вас в пожелудочно-кишечном тракте, он, как правило, не является локальным. А в силу анатомо-физиологических, так скажем, особенностей, связанных с системой кровообращения, с системой иннервации, может охватывать и рядом расположенные органы. Ну, это может проявляться дуоденоградом, гастроэнтерита, энтерита, то есть, когда в процесс воспаления увлекается не только 12-перстная кишка, но и другие отделы тонкой кишки. То есть, это кишечная форма. Следующая форма – билярно-панкреатическая. Само название билярно-панкреатической говорит о том, что на первом месте будут симптомы, связанные с нарушением функции билярно, это желчеводящие пути, и панкреатическая – это связано с нарушением функции поджелудочной железы. Давайте сразу оговоримся. Ну, иногда бытует такое мнение, что лямбли живут в желчных протоках, в желчном пузыре. Нет, они там не живут. Вот одна из последних лекций, вернее, вебинаров, тема одного из последних вебинаров у нас был апистархоз. И вот там мы говорили как раз о паразите апистархиса. Так вот, как раз апистархисы живут в желчных протоках, а лямбли в желчных протоках, соответственно, в желчном пузыре они жить не могут, потому что для них там неблагоприятные условия, потому что в желчи есть кислоты, такие как холевая, допустим, да, и хенодезоксихолевая. Вот они создают невыносимые условия жизни для лямбли. Поэтому в желчных протоках лямбли жить не могут. Но почему выделяют вот эту форму? А мы с вами говорили вначале, что у нас в 12-перстную пешку открывается проток желчный и проток поджелудочной железы. Они открываются здесь, где живут. И, соответственно, это может местонахождение лямбли в 12-перстной кишке вызвать воспалительные процессы со стороны вот одной стороны желчного протока, с другой стороны протока поджелудочной железы. И, соответственно, этот воспалительный процесс может выступать как основным из манифестных проявлений лямблиоза и поэтому выделяют билярно-панкреатическую форму. Которая может проявляться как дискинизия желчевыводящих путей и протекать по типу реактивного, быстро развивающегося. Следующая форма лямблиоза это внекишечная. Внекишечная, когда на первом месте будут проявления, не связанные с проблемами желудочно-кишечного тракта, а проблемы, связанные с интоксикацией, они выходят на первый план. Это астеноневротический синдром. Астеноневротический синдром, который может проявиться в виде нейроциркуляторной дистонии и в виде токсикоаллергических проявлений. То есть тех проявлений, которые мы сейчас с вами разбирали, это кожные проявления, соответственно, связанные с нарушением респираторной функции. Ну а когда есть сочетание нескольких ведущих проявлений, тогда говорят уже, конечно же, о смешанной форме лямблиоза. Ну и лямблиоз может быть, конечно, острым и может иметь хроническое течение. Острый лямблиоз – это когда инфицирование, заражение происходит впервые. Цисты лямбли проникли в организм и после инкубационного периода, который может длиться до трех недель, появляются острые симптомы лямблиоза, те, которые мы сейчас с вами проговорили. А затем они постепенно, где-то через неделю стихают, и это переходит на чистское течение, и имеет место быть. Очень длительное-длительное время, десятилетия, лямблии могут находиться в организме хозяина, паразитировать, и вот такой вот симбиоз хозяин-паразит формируется с определенными моментами. Хроническая форма, когда обостряется, тогда появляются все симптомы лямблиоза. Такое вот существование может протекать годами. Как диагностировать? Какова существует диагностика лямблиоза? Ну, конечно же, на первом месте это протозоологическое исследование. Протозоологическое исследование, когда в качестве материала исследования берется либо это фекалии, или нет, цист, лямблии в кале, либо это обнаружение, соответственно, паразита в дуаденальном содержимом. То есть проводится дуаденальное зондирование, и первая порция этого зондирования как раз содержимое 12-перстной кишки, где как раз и можно обнаружить паразитов. Следующий вид исследования это сирологическое исследование, то есть это исследование крови. Кровь исследуют на наличие специфических иммуноглобулинов, или другими словами, антител. Это иммунофлюоросцентный анализ, метод ИФА, когда пытаются обнаружить в крови иммуноглобулины классов М и класса G. Вот посмотрите, что уже с 12-14 дней от начала заболевания можно обнаружить эти тела, антитела. При хронической форме, конечно, они существуют постоянно. Если произошла санация лимблиоза, то есть человек получал терапию, то после санации иммуноглобулины М исчезают очень быстро. Когда они вновь появляются, это говорит о повторном заражении лимблиозом. А повторное заражение лимблиозом может случиться очень-очень легко. достаточно съесть что-то, попробовать облезать ручку, карандаш и так далее. Дети игрушки, грязная вода, немытые овощи, фрукты. И инфицирование происходит постоянно. Значит, если мы посмотрим на иммуноглобулины, классы могут сухо до 2 месяцев. Ну, а теперь давайте обратимся к тем, скажем, моментам, о которых нам говорят, говорит индотибетская медицина. Что для нас является, чем является тонкая кишка. И опять же, да, мы идем всегда в параллели. Академические представления о том или ином заболевании и это индотибетские аюрведические моменты. И что является аюрведом? Тонкая кишка, о которой мы сегодня ведем речь, излюбленное место, основное место дислокации, лямбли, тонкая кишка, является местом пребывания агни, для агня пищеварения. При нарушении агни, расстраивается пищеварение. Расстраивается пищеварение, происходит поступление токсинов в организм, что подрывает, ослабляет иммунную систему. То есть все, что мы сейчас с вами прочитали, увидели, никаким образом не расходится с академическими моментами, которые мы сейчас все разобрали. На санскрите тонкий кишечник называют крахани, то есть по-другому, да, дословный перевод, то, что схватывает. Посмотрите, действительно это так. Тонкая кишка это то место, где происходит всасывание, где усваиваются основные пищевые компоненты, которые схватывают. Эти компоненты не всасываются, либо всасываются в недостаточном количестве. И это приводит к хроническому несварению и ухудшению функций. То есть в целом страдают все функции организма. Ничего, да, нового, либо чего-то, так скажем, идущего противорез с академическими представлениями мы здесь не увидели. Абсолютно те же самые моменты, да, то есть страдает функция тонкой кишки, нарушаются моменты всасывания, страдает в целом вся функция организма, и все это сопровождается моментами интоксикации. Итак, паразитарные инвазии, в том числе и элимблиоз, чаще всего встречаются при конституции капхиеваты, так как, посмотрите, заражение паразитами связано со скоплением ама, то есть со скоплением токсина. И хронические паразитарные инвазии ведут к истощению тканей, и это еще больше возбуждает вату. И как раз все симптомы, которые мы разобрали, которые связаны с хронической интоксикацией, связаны с проявлением остеоневротического синдрома. Итак, слабость пищеварительного огня способствует размножению кишечных паразитов, и это, в свою очередь, также ослабляет огни. Поэтому, посмотрите, идет ослабление пищеварительного огня. Поэтому в основе всех методов, которые будут использоваться в качестве антипаразитарного лечения, лежит использование горячих специй. Горячие специи, они усиливают огонь пищеварения. Что относится горячим специям, все мы прекрасно знаем, это действие красного и черного перца, это воздействие асофетиды, то есть, это того, что разогревает, увеличивает огонь пищеварения. Также, это все то, что обладает горьким вкусом. То есть, применяются те компоненты, которые обладают горьким вкусом. Почему? Потому что горький вкус обладает ими и облегчающими свойствами. Вот, посмотрите, в качестве хороших противоглистных горечей применяются такие травы, как полынь, горькая, пижма, золотая печать, ревень, ваш порошок, алоэ. Итак, лечение. Если мы говорим о лечении лемблиоза, то этот процесс длительный. И вот быстро вылечиться от лемблиоза невозможно. Почему? Потому что если говорить о канонах классической академической медицины, которые опять же полностью сочетаются с представлениями аюрведы, то лечение должно происходить грамотно в три этапа. Первый этап, он подготовительный. Подготовительный, то есть нужно подготовить организм к непосредственному воздействию каких-то антипаразитарных препаратов. На что направлено и что в себя включает этот подготовительный этап? Ну, прежде всего, это диета. Нужно создать условия, которые будут невыносимы и неблагоприятны для жизнедеятельности лембли. А мы сказали, что лембли очень сильно любят углеводистую пищу, особенно быстрые углеводы. Соответственно, в диете нужно ограничив полностью включить углеводистую пищу, особенно быстрые углеводы. Вот здесь на представленном слайде вы видите, быстрые углеводы, они под запретом. Лучше ввести в диету продукты, которые обладают закисляющим действием, для того, чтобы повысить кислотность, потому что кислая среда является невлагоприятной для жизни лембли. То есть, это брусничный и крюквенный морс обладают закисляющим действием. Обязательно вводятся растительные масла и отруби, печеные яблоки, сухофрукты. Все это, что будет способствовать нормальной моторной функции кишечника. Второй этап это непосредственно антипаразитарная терапия. Если говорить о классической медицине, то, конечно же, здесь применяются антипаразитарные препараты. Мы, как обычно, их не называем, это не является нашей задачей. Нужно сказать, что эти препараты, особенно в детском возрасте, назначаются только в условиях стационара, они по себе являются очень тяжелыми и токсичными для организма, особенно для детского организма. Поэтому существует схема их приема, ребенок находится в стационаре под наблюдением врача. Потому как прием этих препаратов вызывает массивную гибель паразитов, они погибают очень, так скажем, быстро и в больших количествах, а мы сказали, что они миллионами, миллиардами живут в тонкой кишке, и в результате вот этой гибели, такой вот мгновенной, происходит выделение, так скажем, продуктов интоксикации в результате их гибели, и еще больше организма хозяина будет подвигаться такому токсическому воздействию. Плюс сам препарат непростой токсичен. Поэтому, конечно же, это все должно происходить в условиях стационара. И третий этап, это этап реабилитации. После лечения нужно еще и проводить реабилитацию. На что направлена реабилитация? Конечно же, на восстановление нормальной микрофлоры кишечника, нормализацию функции в целом всего желудочно-кишечного тракта. Обязательно нужно так сказать иммунитет, защитить, так скажем, повысить защитные силы организма, чтобы способствовало последующему повторному заражению эмблиозом. И соблюдение диеты. Обязательно соблюдить диеты не только в плане реабилитации, но и в целом стараться придерживаться этой диеты с ограничением простых углеводов. Итак, давайте посмотрим на некоторые препараты, которые обладают противопаразитарным действием. Это уже препараты аюрведические. мы их уже называли, но тем не менее. Это препарат гудучи, который обладает детоксицирующим действием, вызывает детоксикацию, снимает симптомы интоксикации. Но в целом что он делает? Очищает кровь от амы, то есть оксина. И соответственно может применяться в качестве антипаразитарного лечения. Это хоритаки. Мощный антиоксидант. Снимает опять же токсическое действие. Убирает, выводит токсины и шлаки. Аюрведическая трава, о которой мы тоже говорили в рамках апистархоза и здесь же в рамках сегодняшнего нашего вебинара лимблиоза опять ее назовем. Это виданка. Это основная аюрведическая трава для лечения кишечных инвазий. Она способствует улучшению функции всего желудочно-кишечного тракта, как тонкого, так и толстого кишечника и снимает симптомы интоксикации. Аюрведическая трава способствует выводу токсинов, который включает в себя такие как плотай можжевельник, пижма, токара осины, горечь опять же. Это цвет гараздики, экстракт граната, это все горечит. Ну, о чем можем еще сказать? Значит, еще мы можем назвать такой препарат как кремигна, это аюрведическая содиор горячих специй. Если говорить о том, а как не заразиться лимблиозом, если вот все вокруг нас буквально заражено от милиамбли, и мы можем в любой момент их получить в организм. Но самые простые правила это правила гигиены, и мимо них пройти ни в коем случае нельзя. Так как мы говорим это болезнь грязных рук, нужно просто соблюдать правила личной гигиены и мыть руки. Прежде всего это связано с приемом пищи и приучать к этому детей. И соответственно не тащить все в рот, ну и соответственно если мы едим фрукты, овощи, то их нужно достаточно хорошо мыть. Это целое правило гигиены рук, то есть это при помощи щетки, затем их нужно обязательно давать кипяченой водой, пить воду только фильтрованную, так как фильтр и современные фильтры, которые устанавливаются сейчас на воду, но это фильтры, которые имеются в виду у нас дома, стоят на водопроводных кранах, значит это фильтры, которые имеют поры менее 0,1 микрона и созданы они из особого материала полуволоконный элемент с еще раз хочу сказать размером пор менее 1 микрона, тогда как размер лямблей средний, он от 5 до 10 микрон, ну и соответственно эти фильтры будут способствовать непроникновению лямблей в воду, которая непосредственно употребляется. И не общаться, если можно так выразиться, не трогать бездомных животных, собак и кошек, это особенно касается опять же детей, потому что эти животные тоже являются и носителями, и страдают лямблиозом. Вот самые простые правила. Отучить ребенка грызть карандаши, ручки, не грызть ногти. Здесь проблема более широкая, потому что если ребенок грызет ногти, он грызет карандаши, то здесь как правило это связано с трассированием организма, это не тема сегодняшнего нашего вебинара, повышенное возбуждение ребенка, работа уже детских психологов, мы сегодня говорим немножко о другом, что это способствует проникновению цист-лямбли в желудочно-кишечный трасс. Вот такие простые правила гигиены, ну и конечно это повышение иммунных защитных костей. Ну и как правило мы говорим о тех основных проявлениях, которые могут нам помочь диагностировать заболевание сегодня это лимблиоз, мы говорим о индексах на аппаратно-программном комплексе ВИДА-ПУЛЬС. Методы диагностики мы сегодня с вами назвали. Это те, практически поставить диагноз лимблиоз. Все остальное это сопутствующие и вспомогательные маркеры, которые основываясь на данных клинике жалоб пациента, осмотра пациента могут нам помочь в постановке диагноза. Ну и прежде всего давайте посмотрим на вкладку меридианы. Вкладка меридианы что здесь можем увидеть? Так как проявления нарушений желудочно-кишечного тракта являются ведущими при лимблиозе, то мы здесь можем наблюдать следующие изменения. Ну прежде всего это изменения со стороны шестого меридиана. Вот здесь я привожу пример, он находится в состоянии выраженного напряжения, это меридиан тонкой кишки. То есть здесь идут воспалительные процессы, как правило, здесь выражены симптомы интоксикации, поэтому вот этот меридиан находится в состоянии напряжения. Ну посмотрите, он не изолированно напряжен, имеет место напряжение еще быть и по третьему меридиану, это меридиан желудка, который тоже может вовлекаться при лимблиозе. это могут быть изменения, связанные с работой и печени, и желчевыводящей пути, и вот здесь как раз мы видим 12 меридиан вовлекается в процесс. То есть нарушения желудочно-кишечной отражены на меридианах. Дальше, если мы говорим о вкладке недана субдоша, то, конечно же, обращает на себя внимание сама навата. Сама навата это непосредственно та энергия, которая находится в тонкой кишке, концентрируется в тонком кишечнике. Это мы говорим сила, которая управляет в целом пищеварительной системой и отвечает, обратите внимание, за усвоение пищи, а именно 12-перстная кишка и тонкая кишка. Она как раз и место, где усваивают все основные пищевые компоненты. Поэтому, если мы посмотрим на такую ситуацию, то мы видим, что сама навата находится в состоянии истощения, что может быть и при лимблиозе тоже. Если мы обратим внимание на капха субдоши, то здесь выражено напряжение клядака. Клядака говорит о том, что нарушены процессы пищеварения в желудке, что также имеет место быть и при лимблиозе. Если мы посмотрим на субдоши пита, то мы увидим, что здесь очень ярко показано в напряжении находится броджака пита. Броджака пита это субдоши, которая отображает состояние кожи, состояние кожных покровов. А это может быть как проявление кожных высыпаний, изменений кожи, которые также имеют место быть при эмблиозе. То есть совокупность всех проявлений как клинических, как проявлений со стороны жала пациента, как сбор анамнеза, если есть какие-то еще клинические, вернее, правильно сказать, лабораторные заключения, и плюс помощь на ПК Витопульс, это все может помочь в диагностике и, соответственно, правильных рекомендаций данному пациенту. Ну и ракта. Выходит напряжение ракта как проявление тоже воспалительных процессов. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что хотелось сказать о такой проблеме, как лимблиоз. На этом всех благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, я, конечно же, на них отвечу. Так, Валентина задает вопрос. Если в доме профилактировать детей раз в год выпить антипаразитарный препарат? Ну, смотрите, кошка и собака это ваши домашние животные, которые живут у вас дома. И, как правило, кошка навряд ли ходит на улицу, собака, скорее всего, гуляет. И, соответственно, домашние животные, хозяева, которые за ними следят, они отводят их в ветеринарную клинику для того, чтобы делать прививки, а перед прививками, как правило, животным назначаются антипаразитарные препараты. Соответственно, это домашние животные, и наличие у них лямбли, оно как бы минимально. Но, тем не менее, если вы хотите полностью оградить своего ребенка от этого, то нужно, во-первых, найти наличие лямбли у ребенка. Если оно есть, там уже вопрос решается непосредственно с лечащим врачом, какова дальнейшая тактика. Вот, просто так пить антипаразитарный препарат, я бы не рекомендовала, потому что он очень-очень серьезный и токсичный. Просто так в качестве профилактики его не нужно. Всем большое спасибо. Если вопросов больше нет, приглашаю вас на наши следующие вебинары. И именно на вебинар, который состоится 9 февраля, он будет посвящен, я считаю, очень актуальной проблеме, проблема Ерписа. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо. субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok